Уважаемые абитуриенты, данная презентация предназначена для информирования вас о порядке проведения вступительных испытаний при поступлении на условиях целевой подготовки. Просим вас внимательно ознакомиться с представленной информацией. Обращаем ваше внимание, что согласно положению приемной комиссии, на консультации рассматриваются только вопросы о порядке проведения вступительных испытаний в условиях конкурсного отбора для зачисления абитуриентов в число студентов учреждения высшего образования. На консультации не рассматриваются вопросы, касающиеся содержания вступительного испытания. Для допуска в учебный корпус, где проходит вступительное испытание, вам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, паспорт гражданина Республики Беларусь или идентификационную карту или вид на жительство в Республике Беларусь или удостоверение беженца и расписку о поданных вами документах в приемную комиссию университета. При отсутствии данных документов вас не допустят к прохождению вступительных испытаний. Дата проведения вступительного испытания и время явки на него устанавливаются при подаче документов в приемную комиссию автоматически для каждого абитуриента в соответствии с утвержденным расписанием и размещаются в цифровом кабинете абитуриента и на расписке о поданных документах. Обращаем ваше внимание, что осуществляется аудио и видеофиксация ответа абитуриента. В аудиторию, где проводятся вступительные испытания, категорически запрещается приносить и использовать книги, тетради, конспекты, записи мобильной телефоны, смарт-часы, ноутбуки, планшеты, электронные книги и другие средства хранения и передачи информации. Во время вступительного испытания запрещается разговаривать с абитуриентами, пересаживаться на другое место без разрешения экзаменатора, обмениваться экзаменационными билетами, бланками ответов и записями. В случае нарушения указанных требований ваш ответ не будет оцениваться, а вы будете удалены из аудитории без возможности участия в конкурсе на получение образования. Пересдача вступительного испытания в этом случае не предусмотрена. При проведении вступительных испытаний в устной форме, после того, как вы вытянете экзаменационный билет, время подготовки к ответу не должно превышать 90 минут. Ваш ответ будут принимать два экзаменатора. Для ответа на вопросы экзаменационного билета вам будет отведено не более 15 минут. В процессе ответа экзаменаторы могут задавать вам дополнительные или уточняющие вопросы, не выходящие за рамки программы вступительного испытания. После завершения ответа экзаменаторы сразу же объявят вашу экзаменационную отметку. За ответ на каждый из двух вопросов билета каждый экзаменатор выставляет отметку от 1 до 10 баллов. Итоговая отметка определяется как средняя арифметическая всех четырех выставленных отметок. Вступительное испытание в практической форме принимает один экзаменатор, а вступительное испытание по предметам творчества, физическая культура не менее трех экзаменаторов. Объявление отметок, полученных на вступительных испытаниях в практической форме, осуществляется с 10 часов дня следующего после вступительного испытания в цифровом кабинете абитуриента. Продолжительность письменных вступительных испытаний и перечень принадлежностей, необходимых для их сдачи, зависят от дисциплины и специальности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Обратите особое внимание, что абитуриенты, которые в ходе вступительных испытаний получат неудовлетворительные отметки, не могут быть допущены к участию в конкурсе. В случае несогласия с выставленной отметкой абитуриент или его законный представитель имеют право подать председателю приемной комиссии письменное заявление о пересмотре результатов сдачи вступительного испытания. При сдаче вступительного испытания в устной форме апелляция подается в день его проведения. При сдаче вступительного испытания в письменной форме апелляция подается не позднее суток после объявления отметки. Абитуриент, который опоздал или не явился на вступительное испытание по уважительной причине, подтвержденной документально, допускается к его сдаче по решению председателя приемной комиссии в пределах сроков, установленных расписанием вступительных испытаний. Если у вас остались вопросы по порядку проведения вступительного испытания, вы можете задать их в чате приемной комиссии цифрового кабинета абитуриента. Желаем вам удачи на вступительных испытаниях. Будем искренне рады видеть вас в числе купаловцев.